Ирина. Когда смотрела урок об избрании, на следующий день вырос поток клиентов, и прибыль в том месяце составила в два раза больше, чем предыдущие, и клиенты продолжают приходить. У меня просто на следующий день после урока был шквал заявок, я даже растерялась и поняла, что была не готова к такому потоку клиентов. И еще. Когда смотрела какой-то из эфиров на ютубе, Оля молилась за исцеление по-женски. И я приняла, что это ко мне. У меня были болезненные месячные, и без таблетки не могла. А вот уже два месяца прекрасно себя чувствую в эти дни и без таблеток. Слава папе! Аноним. Я тоже повесила кошелек на монитор. Деньги пришли неожиданно, но только на сохранение на пару дней. Теперь поняла, все работает. Но надо еще конкретно указать, что деньги есть, и деньги приходят в мое распоряжение. Елена. Несколько дней были боли в сердце. Болела, давила, жгло. Я не обращала внимания. Сказала, это не мое, не принимаю. Не молилась. Сегодня на вечернем зуме Нуржамал высвободила слово, что боли в сердце проходят, и боль моментально ушла. Спасибо, дорогая Нуржамал. Спасибо, любимый пастор Андрей. И еще. Вчера, вроде мелочь, кот поранил лапку. Лежал при ходьбе, сильно хромал, не давал посмотреть, что с лапкой. В духе сходила, сорвала листики с древа жизни у пастора Андрея и Олечки, и у Нуржамал, и приложила к лапке котика. Высвободила один раз на него помазание. И вот прошло два дня, сегодня третий день, и котик с утра бегает и даже не хромает. Как будто ничего не было. Аллилуйя! Славься, отец! Благодарю, благодарю, любимый пастырь Андрей и Оля, дорогая Нуржамал! Лариса Карточки, на которую приходят деньги, у меня нет. По деньгам не топталась. Подумала, откуда они могут прийти? Но, как только начался курс «Меч Соломона», стали звонить, чтобы вышла навстречу. Приносили небольшие суммы. Благодарила отца. Вчера только присела на стул и подумала, что-то давно не было прихода денег. И в ту же минуту раздался телефонный звонок. Попросили подойти, чтобы принять подарок хороший в деньгах. Вся слава отцу! Он верен всегда! Елена Когда Андрей в эфире сказал «Положите карточки на экран», я это сделала. И 10 тысяч пришли. Спасибо, любимый папочка! Добрый пастыр Андрей! Ольга! Благодарю всех ходатайев за их сердца и служение Великое Божье. Я просила через Людмилу молиться за моего племянника Леву, за его свободу от зависимости. И вот прошло некоторое время, и он свободный. Он вернулся к отцу. И сейчас уже в мужском даре. Аллилуйя! Дина В пятничной пророческой встрече «Портал процветания» пастор Андрей молился и сказал «Исцеляется сколиоз». Я взяла его для себя, так как у меня это было. И вдруг охватил такой жар мой позвоночник, и там же грыжа, все сгорело в огне Духа Святого. На второй день приехала дочка, попросила сфотографировать спину, и там не было искривления, а раньше очень видно было. Моя массажистка как-то сказала, что это очень долго лечить надо. Аллилуйя! Спасибо отцу! Это ничего не стоило! За минуту испарилась! А какое неудобство доставляла мне моя спина! Спасибо отцу! И вам, Андрей, и Оля! Я вас люблю! Светлана На прошлой неделе Оля и Андрей молились за чистую кожу. Оля читала, как исцелилась у сестрички рожа на правой ноге. Я приняла для себя исцеление, так как у меня недавно появилось на правой ноге на икре большое красное пятно и сильно чесалось. Так как я уже 13 лет вообще не хожу по больницам, а исцеляет меня отец и дух животворящий, то и диагноз не знала. И вот сегодня вспомнила, что уже два дня, а может и три, не чешу ногу. Посмотрела? А ничего и нет, никакого пятна большого красного. Все чисто! Аминь! Папа Небесный, супер! Благодарю, Андрей и Оля! Вас за служение нам! Слава, отец тебе! Ты такой отец! Аллилуйя! Аноним Вчера еще эфир не закончился, мне на карту пришли деньги. Я не слышала и не видела смс. Уже потом посмотрела после окончания эфира и удивилась. Приличная сумма – 15 тысяч. Я пророчески, когда вы молились, трясла свои карты в руке. Благодарю, отец! Ты такой отец! Супер! Спасибо, пастор Андрей, за ваши откровения и за то, что делитесь с нами. Ирина Вчера во время вечернего зума у меня почему-то заболела под коленом мышца, как после судороги боль. Но Ржамал высвободила исцеление на суставы. Я приняла, но боль сразу не ушла. Утром сегодня встала, а боли нет. Слава, папочки! Аминь! Людмила Недавно писала о том, как деньги у нас размножились, и что внук собирает себе на компьютер. Я ему говорила, что не обязательно нужны деньги на компьютер. Есть еще возможности. Но внук в это не верил. Мы молились за эту ситуацию. Он посмеивался и спрашивал, ну где же ваш бог? Где компьютер? Я отвечала, в пути. И вот, сегодня компьютер принесли прямо домой. Вместе с внуком проверили, показали ему, что и как. И он довольный, весь сияет. И теперь верит, что не обязательно деньги. Есть еще возможности. Спасибо, Андрей и Оля, за эти божьи чудеса. И слава отцу! Наталья Последнее время заморочилась, как говорил Андрей, на помазании. В месте, где я работаю, помимо моего отдела, еще четыре. Так вот, товар у всех одинаковый. У всех свои покупатели много лет. А я работаю в этом отделе всего год и месяц. И вот, я постоянно произношу слово помазание. Помазание – моя прибыль. Помазание – моя природа. Помазание – это моя радость. Торжество. Я помазана. Я избрана. И все в этом ключе. И постоянно течет молитва на языках. Непроизвольно. Это так круто. И у меня постоянно очередь. Торговля не прекращается. А в других отделах очень большие и долгие перерывы. Понимаю, что люди тянутся на помазание. А я в таком наслаждении от процесса. В благодарении. Андрей, Оля, благодарю отца за вас. Преломляю, умножаю, раздаю. Принимайте. Слава отцу. Ольга, я вчера сказала. Отец, я хочу чудес и знамений. В голове моей прокручиваются слова из религии. Вы все ищите знамений. А я говорю, да, папа, я хочу видеть чудо. Иду в метро и вижу 10 рублей металлические. Ну, как копейка смотрится. Я говорю, пусть бабушкам достанется и задвигаю ее к колонне. Отхожу. Потом вспоминаю, дорогие ваши свидетельства и слова Андрея. У не имеющего отнимется. Я тогда думаю, если я не возьму, значит я не имеющая. Я незаметно подхожу и поднимая прячу. И как мне сегодня стало смешно, когда на карту упало около 10 тысяч рублей. Я их и не ожидала. Меня предупредили. Вряд ли получите за детей надбавку. Может на одного. В общем, проверено. Все работает. Кто сомневался? Наталья. У меня маленькая внученька. Ей 3 годика. И я ей еще летом стала рассказывать о нашем папочке. И она мгновенно все поняла. И ходит сейчас, приказывает, молится за меня. Некоторое время назад стала я сильно кашлять. Температура высокая, а потом и внученьке тоже вдруг температура. Пошла к ней, взяли ее и мои вещи, помолились вместе, одели в телефоне. Вдруг вместо мультиков эфир пастора Андрея. Она внимательно посмотрела и вдруг мне говорит, глядя на Андрея. Это бабуля, боженька. Он очень хороший. И погладила телефон. Потом уснула. Эфир продолжался. Через два дня полное исцеление и меня, и внученьке. Слава Богу за все. Порезала я палец. Внученька положила свою ручку, высвободила исцеление и кровь. И боль тут же исчезла. А совсем недавно увидела, как она молится за свои игрушки. Растрогала меня до слез. Мои любимые, благословляю ваших детей, внуков. Рассказывайте им о нашем папочке. Молитесь вместе с ними. Они чудесные, они потрясающие. Спасибо, спасибо огромное, наш любимый пастор Андрей, Оля. Вы потрясающие. Уже больше шести месяцев рассылаю ваши эфиры, проповеди, молитвы. Моим братьям, сестрам уже есть плоды. Вот сегодня одна сестричка написала, что у нее брат на войне. Волнуемся, давно не звонит. Моя молитва – это песня. Сажусь, пишу для него и всех, кто сейчас в зоне боевых действий. И через буквально часа два вновь пишет. Позвонил, сказал, что все хорошо. Вау, папочка, какой ты классный. Благодарю, благодарю тебя за все. Люблю всех, мои родные. Елена Утром позвонила дочь, говорит, что всю ночь не спала, болят ногти. Она когда-то делала у мастера ногти и попала к непрофессионалу. Пошла ко второму мастеру, и та сказала, у тебя все ногти испорчены. И вот всю ночь болели ногти, на одной руке два пальчика и на другой руке три пальчика. И сквозь покрытие были видны черные пятна. Говорит, в обед пойду сниму покрытие, а это очень больно. И на следующий день идти на работу. Как работать? Она торопилась, и не было времени помолиться. Тогда я просто высвободила и сказала дочери, тебе просто снимут покрытие и ничего делать не будут. Все будет хорошо. И так и произошло. Звонит через несколько часов. Мастер сняла покрытие, а черных пятен нет. И мастер говорит, что все нормально с ногтями. За несколько часов ногти исцелились. Отец такой отец. Как хочет сын, так и будет. Помазание, нетление работает. Спасибо, дорогой пастырь Андрей. Татьяна. Мне предстояло 26 января подтверждать категорию на работе. За 10 дней до этого начала молиться и провозглашать, что категория подтверждена без всяких экзаменов. Сегодня прихожу в медколледж, мне вручают документ, что категория подтверждена от 10 января. А категория – это надбавка к зарплате. Поток чудес не закончится никогда в нашей жизни. Все будет так, как я хочу. Аллилуйя! Слава отцу! Наталья прямо на днях переслушивала зум ходатая наших драгоценных. И Нуржамал сказала несколько раз, что прямо сейчас у кого-то исцеляется левая нога, стопа. Я приняла это для себя. Я год назад подвернула ногу и боль не приходила. Сегодня прошла 11 километров и боли нет. Аллилуйя! Спасибо, дорогие! Спасибо, отец, за всех твоих сынов! Галина. Два дня болела поясница. И сегодня на зуме ходатая Нуржамал высвободила слово знания об исцелении поясницы. И я почувствовала, как помазание растекается под телу. И, о чудо, боль ушла! Вся слава отцу! Любовь! Сегодня слушала возрождение торжества, воскресение смеха. Когда пастырь сказал «начинай смеяться», сначала сложно было, но потом, как из рога изобилия. До сих пор смеюсь, не могу остановиться. Несколько лет не смеялась так. Слава отцу! Спасибо, пастырь! Делала все, что вы говорили. Миллион раз спасибо. Лежу и хохочу. Пора спать, уже пол первого, а сна нет. Хочу завтра на утро славы проснуться пораньше. О, Дух Святой, помоги! Виктория! У меня последние несколько лет появились возрастные темные пятна на коже. Сейчас все сошли просто тонким слоем кожи. Не тление в действии! Благодарю вас и благословляю! Татьяна. Утро славы от 25 января 2023 года. Во время молитвы пастора Андрея получила исцеление от боли в позвоночнике и пояснице. Было такое чувство, что все, что мне причиняло боль, сложилось сверху донизу позвоночника, как гармошка, и покинуло мое тело. И еще, когда Оля молилась, было слово про собачку, и я услышала голос отца. Бери это для тебя и твоей собаки. У нас собака не вставала на лапы, носили на руках на улицу, и лежа она ходила в туалет. Врачи ничего не находили, и во время молитвы я приняла исцеление для собаки. После эфира звоню маме домой, а она говорит мне, что ходили с собакой на поводке на улицу и дошли до другой улицы. Вау! Спасибо большое, отец! Спасибо, пастор Андрей и Оля! Все работает! Низкий вам поклон! За молитвы, за откровения, сегодня в эфире, что видевший меня, видел отца. Я и отец одно. Спасибо вам огромное! До встречи на школе Павла! Очень хочу вас обнять! Светлана 18 января, выйдя с работы, я поскользнулась и упала. В итоге перелом в запястье. Косточки собирали под наркозом. Я благодарю Бога за всех, кто поддержал меня. Во время молитв выкупили время падения, обкладывали листьями руку. Я чувствовала, видела себя в таком сильном помазании, внутри все горело. А вечером в зуме Нуржамал высвободила исцеление на кости рук. Она еще не договорила, как в месте перелома забегали щекотки. Щекотка присутствует до сих пор. Вся слава и хвала Богу! Сейчас сделали снимки, косточки лежат идеально, нет смещений. «Отец, какой отец! Аллилуйя! Аминь! Благодарю! Благодарю! Благодарю!» Аноним Неделю, если не больше, беспокоил кишечник. В плане определенный участок я чувствовала внизу живота, и он болезненный был. И живот был сильно раздут. Пыталась помочь себе лечением, но чувствовала себя больной. Как-то не было облегчения. Андрей пересчитал симптомы, как будто с меня считывал. И ты тоже озвучивала? Именно то, что волновало и вышло для меня на передний план. Возрастные изменения. Переживала свет и поток физически. В самом конце эфира уснула. Да так, что проспала до вечера. Проснулась восстановленной. Живот в норме. Кишечник не болит. Дышится особенно легко. До этого глубоко дышать было как-то трудно. Реально с телом что-то произошло. Да, и еще. На ночь включала блок нетления и спала под него. Телу сказала, слушай и слушайся. Екатерина Моя старшая дочь была заражена иммунодефицитом. Проще говоря, ВИЧ. Два года назад делала на теле наколку у неизвестного мастера. И потом, как оказалось, такое случилось. Слава отцу! Мы вовремя, то есть тоже два года назад, познали Андрея с Олей. Начали молиться с мужем и применяли все, чему Андрей учил на уроках ходатайства. Отправляла в купальню дочу. И вот сегодня доча сдала кровь и звонит с ликованием. Мама, я здорова! Меня до слез пронизали эти слова. Как я их ждала! Я знала, я верила папе. И вот, берите, родные, преломляю. Это счастье и радость вам. Все возможно сыну. Все могу к укрепляющим меня Христе. Аллилуйя! Доча хочет теперь слушать Андрея с Олей. Раньше относилась нейтрально. Я ей объясняла, что мы применяли и что такое дух животворящий и помазание. Она приняла это. Марина, появилось у меня желание дать из славы. Но пока карточка арестована за долги. И приходит мысль, что с дочкиной ведь можно дать из славы в славу. Вот мы отправили из славы всего 100 рублей. И долго ждать не пришлось. Через 10 минут приходит извещение на телефон мне, что на 15 тысяч аннулирован арест. Половины долго нет. Слава отцу! Отец такой отец! Аноним После двух родов страдала опущением матки. Как молодая мама, не могла даже попрыгать с детками. Очень комплексовала в интиме с мужем. Бог исцелил и восстановил все со временем. Но когда начала слушать Андрея, снова начали появляться симптомы ощущения выпадения матки. Отреклась, приняла нетление и дала своему телу 3 дня на восстановление, как Иисус после смерти. На третий день все было восстановлено. Отношения с мужем перешли на новый уровень. После того, как прослушала курс Андрея о том, где он говорит, что нужно рассказывать отцу о своих желаниях. По-моему, меч Соломона. Сейчас беременна третьим. И несмотря на вес плода, все находится на своем месте и функционирует правильно. Спасибо вам огромное! Бог сделал так много в моей жизни через ваше служение. Долго не хотела делиться. Тема очень личная. Но сегодня почувствовала, что больше не могу молчать. Нина, мы вышли из ада. А сейчас чуть подробнее. Многие знают ситуацию с моим младшим сыном. Не хочу больше вспоминать тот ужас, через который он проходил. И мы вместе с ним многие годы. Но с момента, как я вошла в небесную цивилизацию и погрузилась в уроки Андрея, все начало меняться. Те приемы, которыми Андрей щедро делится на курсах созерцательная жизнь, домашние порталы, ходатай. Я начала практиковать. И вошла в такой совершенный шалом, став непоколебимой. Это мое состояние передалось моему мужу и моим сыновьям. Мой младший сын теперь находится в процессе восстановления, хотя совсем недавно не представлял, что это возможно для него. Слава! Слава отцу! Большая благодарность Ольге и Андрею, и, конечно, Нуржамал, Наталье, Кате, Ирине, Амир, Деру и всей небесной цивилизации. Люблю вас, дорогая моя семья. Жду встречи! Венера Мне неожиданно вернули кусочек долга в 300 долларов. После эфира портал процветания. Я их и не ждала уже, и поэтому не вспоминала о них. Я даже не в курсе, как все происходило. Просто сказали «это сюрприз» и привезли прямо домой. И это не закончится никогда. Преломляю, умножаю, раздаю. И это произошло на следующий день, 22 числа после эфира, сразу. Спасибо Андрею и Оле за жизнь, полную чудес и сюрпризов. И у меня природа животворящего духа, где все преломляется и умножается. Аноним Сегодня утром моя старшая дочь проснулась с плачем от резкой боли в коленном суставе. Не могла согнуть и потом ходить. Был отек колена, и нога стала непослушной. Каждый шаг вызывал очень сильную боль. Травмы, удара не было. Просто за ночь на ровном месте появилась боль. Недолго думая, мы поехали в травмпункт. Там сделали снимок, сказали, что все спокойно и не видят никаких переломов. Но доктор потом поставил нам диагноз – реактивный артрит и направил дальше обследоваться. Вечером мне написала мой наставник, Марья Шапа из Кастаная, что будет зум. Заходи, говорит. Я зашла и начала принимать исцеление для дочи. У меня внутри пошел жар. Я возложила руки на колено, и под конец, когда уже заканчивалась молитва, я приказала дочи встать и идти, как приказал Иисус лежачему. И, о чудо, произошло у нас на глазах! Доча потихоньку пошла, а потом и приседала. Спасибо Господу! Это нереально круто! Спасибо вам за трансляцию Духа Животворящего! У меня внутри все прыгает и ликует от радости! Лилия Моя сестра решила обследовать наших родителей и немного подлечить их. Оказалось, что моего папы закрыт просвет сонной артерии слева на 75%. Чувствительность ног снижена. В правой ноге нарушение проходимости сосудов. Первый палец на правой стопе посинел. Нарушение кровообращения и поражение головного мозга после инсульта. Инсульт был в феврале 22-го года. Показание после выписки ухудшилось. Анализ крови плохой. Сусуды ног в тромбах. Мы стали молиться. Конечно же, но хотелось бы поддержку со стороны ходотаев. Наши ходотаи небесной цивилизации взяли нужду в свое течение. Моему папе предстояла операция. И вот, высвобождали помазание, которое совершит чудесное действие исцеления. А врачи пусть будут ангелами. И им велено подчиняться помазанию голосу сына. Поддержка драгоценных ходотаев была с нами. Папе сделали операцию успешно. Врачи боялись, что при наркозе повторится инсульт. Но помазание четко сработало. Обожаю помазание. Папа очнулся и уже кушает. Всех узнает и вполне держится молодцом. Еще раз спасибо за поддержку нашей небесной цивилизации, нашим ходотаем. А еще когда папу привезли на операцию, то не было мест. Все было забито даже в коридорах. Я сказала сестре, что не волнуйся, помазание, все готово. И вот через час папе сделали операцию. И после операции его положили в палату. Прекрасно. Обожаю помазание. Спасибо огромное пастору Андрею и Оле, сынам Божьим, за то, что научили течь нас в помазание, просто привели нас в этот поток. Наталья, сегодня во второй половине ночи начала болеть голова. Ворочалась, пытаясь улечься. Поудобнее не спала, но и не борствовала. Думаю, встану, пройдет. Но внутричерепное давление еще больше усиливалось и в висках давило. Теперь больше не хотелось. Сказала, я не согласна, так не пойдет. Пока готовила завтрак, обед, ужин, включила молитву Андрея из темы «Недра отца». И мысленно настолько могла, готовя обед, погружаясь в это. Молитва закончилась. Снимаю наушники. Пришлу сую к себе. Вау! Голова не болит. А на днях я почувствовала, что сердце покалывает. Я стала говорить подобно тому, как учил Андрей в одной из тем. Мое сердце – это твое сердце. Мое тело – это твое тело. И т.п. Достаточно было пяти минут, и все пришло в норму. И правда, аллилуйя какая-то. Слава и отцу, и сыну. Знаю, вы уже все переживали. И знаете, что и как происходит. А мне очень были нужны такие небольшие фрагменты. Не теории, а практики. И пусть это будет началом чудес нетления, которое не закончится никогда. Татьяна. У нас в стране сейчас повестки на войну вручают. Везде. На улицах, в магазинах. Ходят по домам. Сын и отец уже два раза спас. Один раз его останавливали на велосипеде, на перекрестке. Сын чудом проехал мимо. Его не смогли остановить. Второй раз сегодня, выходя из подъезда, сын столкнулся с тремя с оружием. Ходили в подъезд. Поздоровались. А сын прошел сквозь низ, не останавливаясь, и уехал. Только вслед услышал. Эй, ты куда? Благодарю отца, пастора Андрея, наших ходотаев. Зинфира. Завершилась процедура моего банкротства. Разблокированы мои карты, а в них даже немного денег. Но самое большое чудо. На карту пришли деньги. 49 тысяч рублей. Отправитель неизвестен. До сих пор не могу прийти в себя. Огромное спасибо отцу. Сара. Спасибо всем ходатаем НЦ, что поддержали меня в молитве и помолились за моего племянника Мирза. 42 лет. За полное исцеление сердца. Племянник мой прошел обследование в научном исследовательном кардиологическом центре в Астане. Сняли вопрос об операции и стенке на сердце. Все анализы хорошие. Племянник себя хорошо чувствует. Ходит на работу. Слава Богу! Алла. Прохожу корс меч Соломона. Отправилась на базар за продуктами. Чужая страна. Язык не понимаю. Выбирала овощи. Рядом стояла женщина. И тоже выбирала себе овощи. Как вдруг она стала падать медленно на бок. Свалилась в ящик. И стала дергаться в судорогах и конвусиях. Пошла пена со рта. Ее подняли. Усадили на стул. А я сразу к ней. Разум взял верх. И я сначала нажила на точку жизни. Это точка скорой помощи. Потом в духе поняла, что нужно помолиться. Положила руку на голову и стала молиться на языках. Приказала духу смерти убраться. Провозгласила дух жизни над ней. Стали собираться люди. И я удалилась. Через пять минут я посмотрела ее сторону. Она снова встала и пошла дальше делать покупки. Я решила убедиться. Подошла к ней и спросила на английском, все ли хорошо у нее. Она мило улыбнулась, поблагодарила и ушла. Жив Господь! Вся слава Ему Отцу, Сыну и Святому Духу! Галина, сегодня захожу в чат Меч Соломона, а там пишет сестричка, как Бог воскресил женщину, которой стало плохо, когда была на базаре. Я поняла, это точно Бог. Моя семья служит в центре реабилитации. Центр приехал новенький. Прошло несколько дней, ему было тяжело, и мы молились за него, служили. Курсы любимых пасторов я слушаю два года и практикую. Началось все так. Пока шло служение, этому брату стало тяжело, и я отпустила его отдыхать в комнату. Служение закончилось, и остальные пошли в комнату, где был он, и увидели его мертвых. Он висел на ремне. Я прибежала к комнату, положила на него голову, руки и стала высвобождать жизнь. Он пришел в себя, опять ушел. Вернись, прямо сейчас, жизнь, жизнь, жизнь. Вернулся и снова ушел. Приказала Духу вернуться. Ребята делали массаж сердца. Пришел в себя. Все, слава отцу, плачет, просит прощения у Господа. А я так благодарна Богу, что все решилось. Папа рулит, он царь, он во всем. Благодарю пастора Андрея и Олю за те истинные откровения, которыми кормите нас. Все работает. Люблю, уважаю, ценю. Наталья, муж начал учебу на курсе Меч Соломона 3. Я ликую, если бы только знали, что это для нас, для меня и для него значит. Вчера я посмотрела первый урок на бирже. Вау, мне так это понравилось. Я рассказала об этом мужу, и это добавило последнюю каплю решительности, чтобы он пошел на МС. Дело в том, что чуть больше года назад он по попытке заработать деньги вложил приличную сумму на одной торговой площадке. Он реально умножил эти деньги несколько раз. Так что вырученной суммы хватило бы, чтобы не только погасить все кредиты, но и вложить в дело, и еще бы осталось. Вот только деньги он не смог вывести. Получилось, что он заработал их не для себя, а для мошенников. Полиция сделать ничего не смогла, не захотела. Там таких много и т.п. А мы остались с огромным долгом и решились на процедуру банкротства. Все это время он сильно переживал обо всем случившемся, винил себя. А когда совсем было тяжело нести эту ношу, и я масло в огонь подливала. Но отец никогда не оставлял нас, и постепенно наши головы поднимались. Мне особенно помог курс МС. Это прямо разделение моей внутренней жизни на до и после. Несколько раз я уже рассказывала об этом. Теперь же свершилось. Муж Андрея, он открывается как сын. После исцелений мне стало легче смотреть и понимать новые темы. Словно огонь вливается и наполняет меня изнутри. Приятные, восстанавливающие, укрепляющие, возрождающие к новой жизни. Я вспомнила, что по заданию «Ночь в Гаоне», когда нужно было ответить отцу на вопрос «Чего ты хочешь?», я просила «Жизнь, жизнь внутри меня». Я нуждалась в этом больше, чем во всем остальном. Мне нужно было воскрешение, восстановление, новая жизнь с избытком. Сейчас эта жизнь горит внутри меня, окрыляет, манит новыми горизонтами и поднимает крылья, чтобы летать. Благодарю бесконечно Отца, всю небесную цивилизацию и особенно Андрея и Олю Яковишиных. Галина, после просмотра третьего выпуска «Свидетельств» прошла спина, которая болела несколько дней. Были мысли, что придется обращаться к врачу. Слава Отцу! Это не закончится никогда! Татьяна, я с вами больше полутора лет. За это время произошли исцеления в теле, ушел цистит, гайморит, проблемы с кишечником. В данный момент вижу, что уменьшается вольгусная деформация стопы. Это все через молитвы эфира. Таблетки не пью никакие вообще, нет простуд, нет головных болей, а раньше без таблеток от головной боли не могла. Здесь я стала сыном. Открылись духовные глаза, созерцание, видение Отца постоянно, мышление полностью другое, освобождение от отверженности. Есть финансовые чудеса. Знаю, что в моей жизни будет все, как я хочу. Я совсем другой человек. Об этом мне говорят другие люди. Погружение в радость и торжество. Сколько подарков жизни. Очень благодарю своих духовных наставников, Андрея и Олю. Любим вас. Все очень сильно. Хвала и слава нашу любимому Отцу. Галина. Вчера молилась с сестрой, сыном Божьим, за мою старшую дочь Ксению. Она живет в дачном домике возле Алматы с двумя маленькими дочками. С мужем они в разводе. Скоро уже год. Он не помогает финансами. В суде ее заявления на элементы просто заиграли, как футбольный мяч. Конечно, скудость, нехватка. Вчера молились за них, а сегодня ей позвонили малознакомые женщины и сказали, заберите подарочки для ваших детей. Они поехали навстречу, тоже купили огощение, познакомились поближе с этими женщинами, получили много подарков. Детки очень рады. Столько игрушек, одежда, обувь. Большое спасибо папочке и сестре за молитву. Майя. Меня взяли на работу без образования и опыта на данной должности. Полгода на этой должности никто, никого не было. Девушка ушла в другую организацию. Я проработала неполный месяц. Нужно сдать отчет за предыдущий год. Что за не сданный, что за сданный, с ошибкой. Отчет, предусмотренный, штрафы. И немалые. Я неделю сводила всю информацию. Сегодня пыталась сделать отчет. Не получается. Внутри мисс. Не мучайся. Сделай вот так. Попробовала. Со второй попытки сдала. Слава, слава папочке. Благодарю за помазание на моем разуме. Аллилюя. Вероника. Поднимаюсь сегодня по лестнице к себе домой, а тут молодой мужчина моет подъезд. Поздоровалась. А он ответ. Я с Украины. Не понимаю. Оказалось, беженец. Живет в 13-летней дочери уже год. Кэтикэмэ от меня. Мама девочки умерла год назад. Пригласила на кофе. За полтора часа рассказала многое из личного свидетельства Андрея с Олей и о том, что происходит в Турции, что происходит в мире, и что он сын, и отец любит его. Он говорит, аж мурашки по рукам. И курить не хочется. Интернета у него почти нет. Поэтому послала на Вайтсап зеркало славы и голосовую молитву пастора. Почитал и пишет. Ой, нужно еще перечитать. Задает вопросы. Очень заинтересован. Вот такое мимолетное знакомство в подъезде. Аноним. Благодарю пастора за молитвенное видео. Слушаю, даже когда сплю. Моя маленькая дочь спит рядом. Сыновя в другой комнате. С понедельника они заболели гриппом. Но сегодня я заметила, что только дочь. Все дни здорово. Это благодаря трансляции молитвы, я уверена. И сегодня заметила, что наша 80-летняя тетя тоже помоложе выглядит. Помазание работает. Слава отцу! Слава Андрею! Хатима. Мою сестру прооперировали. От высокого давления. У нее произошло кровоизлияние в мозг. Мы молились в домашней группе еще до операции. Сестра после операции не приходила в себя от наркоза 12 часов. И я попросила Ольгу помолиться. И слава отцу! Сестра очнулась, пришла в себя. И аллилюя! Всех узнает, разговаривает. Вчера уже стала ходить самостоятельно. Это действительно великое чудо для меня. Спасибо всем ходатаем. Спасибо пастору Андрею и Оле, что учат нас быть в правильном позиции, быть в помазании, который все совершает. Ирина. В 2019 году я попала в больницу. Начала отниматься нога. Думала, что парализует. Сделала ИКТ, и дочке сказали, что у меня опухоль мозга. Утром пришел молодой врач, и мне поставили капельницу с глюкозой, а у меня диабет, высокий сахар 15-20. Я была как пьяная, а он мне говорит, что мне осталось месяца два. Позвонили знакомым врачам, и меня быстро забрали в больницу Боткина. Мы еще и не осознали, что со мной. Одно я просила отца дать мне его врачей. Опять сделали снимок, и все было очень плохо. Пришел профессор, сказал, что он попробует оперировать, но все в Божьих руках. Спросил, верите ли в Бога. Тогда молитесь. Конечно, было очень страшно. Дочкам сказали, что прогнозы неутешительные. Мне побрели голову и повезли на операцию. Когда завозили в лифт, стояла дочка, и мы простились. Я помню одно. Я отдала себя в руки отца, доверилась ему. Оперировал меня прекрасный врач. Он оказался верующим и помогает благотворительностью. После операции моя правая сторона была парализованная, но на сердце было спокойно. Я была не одна. Со мной был отец. Он держал меня за руку. За операцию ни копейки мы не платили. Бог все устроил. Меня потом перевезли в реабилитационный центр, и там тоже отличные врачи. Дома я уже потихоньку вставала. Каждое утро со словами «Я все могу, укрепляющий Иисусе Христе». Радовалась каждому лучику. Благодарила отца. Наслаждалась жизнью. Финансу было очень тяжело. Лечение дорогое. Денег нет. Дочки работают много, но зарплаты низкие. А тут еще наступила пандемия. И старшая дочь потеряла работу. Жили на деньги младшей. Да что писать, сами знаете. Люди выставляют посты о помощи, собирают деньги. Дорого лечиться. Мы ни у кого ничего не просили. Отец все устраивал. Избытка не было, но необходимое хватало, и все как-то было легко. Я как будто была окутана облаком славы, хотя этого и не понимала. И вот все, что нам проповедует Андрей, я эту Божью любовь и славу почувствовала на себе. Отец всегда держит нас за руку и любит нас. Прошло почти 4 года. Я хожу и восстанавливаюсь, и любовь Божия изливается на нас. Я прошла два курса, теперь заканчиваю меч Соломона, двигаюсь вперед и расту духовно. Все эти годы я была с небесной цивилизацией. Пишу редко, но я всегда с вами. Я благодарю Андрея за то, что его проповеди помогают нам жить. Выходить из тяжелых ситуаций, и вера укрепляется, и глаза становятся широкими, открываются. Отец, папочка, ты наше все. Вот так с Богом все легко, все возможно, с финансом еще сложно, но растем, учимся. Нина, у меня есть знакомые, молодая семейная пара. У них двое детей, и вот месяца два или три назад они поссорились, фух и в прах, и разбежались в разные стороны. Как же это неприятно. Я написала по этой нужде нашей Нуржимал. Она отправила это СМС в купальню, и вот на днях спрашиваю ее бабушку, как там твоя молодежь. Пишет, что примирились и живут вместе, и это не закончится никогда. Вся слава нашему Отцу, огромная благодарность каждому ходатаю. Славься, Отец! Славься, Иисус! Славься, Дух Святой! Александра, где-то два месяца назад, когда я услышала о нетлении, начала каждый день говорить мужу, что у него нетленные пятки. На них было страшно смотреть, были потрескавшиеся. Не помню, как на эти трещины пропали, и пятки стали практически, как у младенца. Екатерина, у моего сына резко появилась шишка на коленке. Он стал хромать. Я возложила руки, на ночь сказала, что он дух животворящий. В коленке началось что-то двигаться и хрустеть. Я сказала, что утром он станет здоровым и точно пойдет в школу. Так и вышло. Ребенок прыгал от радости и танцевал. У него диагностировали купочную грыжу и сказали оперировать. История затянулась, так как не дали направлению в больницу, куда я хотела. Теперь чудом появился человек, который дал возможность оперироваться в лучшей детской больнице Москвы. А у меня ощущение, что операция не нужна. Я молилась уже, возлагала руки. Мама звонит и говорит, у него пупочная грыжа или паховая, а у меня прямо сопротивление. Не могу назвать диагност, так как считаю, что нет грыжи. Галина. Начну по курсу меч Соломона. С начала учебы Бог дал мне ангелов в виде немецкой семьи. Я из Украины, сейчас в Германии. Познакомились просто в лесу. И несколько месяцев, пока мы оформляли пособие, эта семья со своими друзьями привозили нам продукты, вещи, мебель, детям игрушки, водили нас в бассейн, кафе и так далее. Когда начался курс, мы жили во втором по счету лагере для беженцев. Потом несколько раз переезжали в разные дома, и с каждым разом дом был лучше и лучше. На данный момент живем в трехэтажном доме, отдельный двор, рядом вокзал, школа, садик, магазины. Все, что надо, все рядом. Финансовое чудо было еще в том, что как-то самой старшей дочке прислали посылку, за которую заплатили другие люди, 300 евро, и она потерялась. Я молилась, как учит нас драгоценный пастор Андрей, и посылка нашлась, а значит, дочке не пришлось возвращать этим людям 300 евро. Еще как-то потеряла обручальное кольцо, молилась несколько дней, стараясь, чтобы муж не увидел, а когда уже поехала купить новое, звонит одна из дочерей, кольцо нашлось. Как? Не было места, где бы я его не искала, просто ангелы подложили. Еще было такое. Я сижу, молюсь, созерцаю, мечтаю о своем доме и задаю папе вопрос, ну как мы можем купить дом свой в Турции, если такие огромные цены? Как? Заходит мой муж, который не давал мне денег года три, и дает 200 евро. Это было как знамение. Не хочу вспоминать, в какой бедности мы раньше жили, только если для славы Божьей. Больше всего я радуюсь тому, что мой муж поменял свое отношение к пастору Андрею полностью. Я благодарю отца за это сейчас постоянно. Еще до войны, если в дом заходили муж и слышал голос сына Божьего Андрея, он начинал орать, чтобы я выключила. В первое время я что-то пыталась мужу доказать, но получался только скандал. Когда какое-то время назад муж стал говорить, что, мол, он размышлял, и что пастор Андрей, то все по Писанию говорил, что мы боги. Я была в приятном шоке. Муж перестал орать, чтобы я выключала телефон. Я слушаю и повторяю созерцание, МС и все эфиры. Хочется впитать все. Он стал сначала слушать то, что включала я. На мое усмотрение. Потом скачал себе курс созерцания. Потом зарегистрировался на третий поток МС. И сейчас проходят уроки. Я очень счастлива. Мы с мужем становятся все ближе и ближе друг к другу. Несмотря на то, что живем 13 лет, и неоднократно были попытки развода. Искренне благодарю вас, пастор Андрей и Оля. Благодарю всю вашу команду, всех админов, ходатаем. Ведь от каждого исходит Божья любовь и свет. Верю, что благодаря вашему служению я полностью воскресну. Раскопаю таланты, которые мне дал Отец, но оригинализный дух закопан. И так же, как вы смогу служить людям, особенно детям-сиротам. Дорогой друг, если ты хочешь, чтобы наше Откровение и Сила Божия охватила весь континент и всю Землю, ты можешь участвовать в нашем служении следующими способами. Первое. Поделись данным видео своим страничкам в соцсетях. Второе. Поставь лайк и напиши свой отзыв в комментариях под видео. Третье. Участвуй в этом в своем финансовом. Для этого ты можешь нажать кнопочку спонсировать под видео и заполнить анкету спонсора, исходя из своих финансовых возможностей. Ибо перечислить свои финансы по реквизитам, указанным под видео. Мы благодарим тебя за этот уклад. Небесная церилизация это семья и команда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok